экстремально низкие температуры пронизывающий ветер и бескрайние заснеженные просторы что нужно чтобы выжить в таких условиях невероятно теплый и густой мех маскировочный окрас и самое главное способность добывать пропитание привет друзья вы на канале время с пользой и герой сегодняшнего выпуска терпеливый изобретательный и очень ловкий хищник песец переходим к делу обыкновенный песец хищное млекопитающее рода лисиц которого также называют полярной лисицей относительно скромные для хищника размеры ограничиваются длиной тела в 75 сантиметров и высотой в 30 роскошный пушистый хвост достигает половины длины тела а масса находится в пределах 3 5 килограмм но иногда встречаются довольно откормленные особи весом до 9 килограмм обитают пушистые зверьки в зонах тундры и леса тундры за северным полярным кругом эта территория северной части евразии северной америки и многих островов северного ледовитого океана в отличие от рыжей лисицы у песца более короткая морда закругленные уши и длинный густой мех покрывающий даже подушечки лап что позволяет животному без последствий переносить температуры до минус 70 градусов однако шерсть не только спасает в суровую зиму но и отлично маскирует зверька на фоне однообразных пейзажей коротким летом его мех обретает рыжевато-черную или бурую окраску а зимой писец облачается в более плотное густое и белоснежно-белое одеяние существуют также голубые песцы зимний наряд которых получает темно-серую окраску они встречаются намного реже но вполне обычный на некоторых островах суровые условия обитания не дают права выбирать добычу питаться песцу приходится любым попавшимся в цепке зубы зверьком летом хищник не прочь поживиться ягодами и растениями а самая находчивая не упускает возможность получить белок даже из насекомых но основной объект поиска маленьких хищников лемминги эти грызуны активный круглый год и зимой они также находятся в постоянном движении роя ходы под толщей снега в поисках припрятанных ранее запасов нужно обладать по-настоящему выдающимися органами чувств чтобы уловить движение таких крошечных млекопитающих песцы не могут похвастаться острым зрением хищника но они целиком и полностью полагаются на отличное обоняние и уникальный слух но каким образом извлечь юркого грызуна из-под толщи снега здесь не обойтись без особой тактики но чтобы добиться успеха неопытные лисицы нужно много практики снова и снова она врезается в снежное покрывало лишь самый терпеливый охотник рано или поздно получает свою добычу в поисках пищи полярная лисица вынуждена постоянно перемещаться зимой животные преодолевают расстояние в сотни а иногда и в тысячи километров чтобы не умереть с голода приходится проявлять изобретательность рискуя жизнью песцы часто преследуют белых медведей подбирая за ними остатки пищи зато в летнее время животные ведут оседлый образ жизни занимая площади до 20 квадратных километров полярные лисицы одиночки но весной они образуют пары для продолжения рода животные роют норы выбирая самые укромные места которые становятся домом для будущих щенков число которых сильно зависит от обилия корма в голодные годы появляется около пяти малышей но в благоприятных условиях число щенков может достигать 16 что довольно необычно для хищников кроме того родители могут воспитывать приемных детенышей малыши быстро растут и чтобы прокормить столько голодных ртов родители постоянно занимаются поисками добычи придумывая самые рискованные способы получить желаемое птицы идеальный вариант чтобы накормить всю семью но они очень бдительны и нужно быть ловким быстрым и незаметным чтобы получить желаемое охотничьи инстинкты просыпаются в щенках с младенчества ведь у них есть не так много времени чтобы овладеть этим ремеслом в возрасте трех месяцев детеныши по своим размерам почти догоняют родителей и уже начинают самостоятельно добывать пищу но до осени не покидают семью однако к началу миграции каждый писец становится полностью самостоятельным многие молодые особи погибают не успевая за короткое лето накопить достаточно жира чтобы пережить затяжную зиму выживают не только сильнейшие но и самое находчивое кому-то везет поймать оставшегося без присмотра птенца а кто-то отправляется в опасный поход на скалистый берег где тысячи птиц обустраивают свои гнезда в надежде украсть яйцо молодой писец подбирается к гнезду на его встречают озлобленные кайры острый клюв которых отбивает всякое желание нападать но охотник не сдается пытаясь зайти с тыла однако он вновь натыкается на разъяренных родителей ловкость и находчивость помогают хищнику украсть яйцо но чтобы выжить за неделю ему понадобится не один десяток таких же песцы нередко делают запасы пищи чтобы в голодные времена вернуться к своему тайнику продолжительность жизни в неволе может достигать 15 лет однако в дикой природе где царит голод обитают хищники и конкуренты писец редко доживает даже до шестилетнего возраста небольшой размер животного делает его легкой добычей для росомах волков и даже крупных хищных птиц но главный враг зверька человек ведь из-за длинного красивого и густого меха люди многие сотни лет устраивают на них постоянную охоту подумайте лишь одна шуба стоит жизни 20 животных которая и без того постоянно балансируют между жизнью и смертью пытаясь выжить суровых климатических условиях если вам понравилось видео не забудьте поддержать его лайком и подписывайтесь на канал ведь впереди много интересных выпусков проводите время с пользой и до скорого